Приветствую вас и, безусловно, мои коллеги уже успели познакомить вас с внешней стороной решения проблемы. То есть у вас есть рефлекс. Рефлекс, что когда вы нервничаете, вам нужно причинать себе боль для того, чтобы отвлекаться и бороться со стрессом. И этот рефлекс, с помощью него оперального научения, достаточно реально заменить, чем другим. Только вот проблема самого стресса не уйдет. Она останется. Ваша реакция на мелочи, ваша негативная реакция на это. И, вы знаете, до тех пор, пока вы не будете направлять свои мысли, свои ресурсы, свою энергию на то, чтобы понять, почему вы так реагируете на негатив. Что заставляет вас так реагировать на негатив. Какие страхи, может быть, неуверенности себе или какие-то еще мысли, может быть, неоправдавшиеся ожидания. Может быть, что-нибудь еще у вас стресс останется. И то, что вы будете делать, то есть, грубо говоря, заменять один рефлекс на другой, вы, по сути дела, будете решать лишь проблему чисто с внешней травмой. То есть, вот есть объективно, да, что, значит, причинает себе боль плохо. И вы этого делать не будете, потому что так считают общество, так считают люди, аккумуляющие вам. И, с одной стороны, они, конечно, правы. Они говорят, ну ты не надо, ты себя не режь, не надо. И все. Они не решают ваши проблемы. Они обращают внимание только на ее внешнее проявление. Вот им не приятно, чтобы себя режь, да, они говорят, ну, не режь себя. А то, что вас толкает на это, на первопричину такого поведения, они внимания не обращают. И связано это с тем, что их эта причина не трогает. Им не нравится с эстетической точки зрения, с моральной точки зрения, наверное. С точки зрения комфортной. Им не нравится, что вы, допустим, себя режете. Это и чувство вины, и враг, да, у них. И неприязнь, и дискомфорт, и аппаратность, то есть страх. А вдруг вы на них, их там режет начнете, допустим, и так далее. И, вы знаете, это, конечно, реакция нормальная. Это реакция естественная. Но она не полная. Она не направлена на устранение первичных признаков того, что у вас происходит. А первичные признаки заключаются в том, что вы по какой-то причине повсеместные проблемы, то есть проблемы, которые есть у каждого, воспринимаетесь в такой форме, что вам особо трудно это переживать. И вам реально тяжело. Вследствие чего, вы и начинаете себя резать. Нужно, очень нужно, желательно понять, что же заставляет вас усиленно переживать негатив. Почему вы его так сильно переживаете? И вот тогда, если эту проблему разобраться, можно изменить свое отношение к тому, что происходит. Поменять отношение к себе в контексте того, что происходит. И перестать так болезненно реагировать на ситуации негативного плана. Вам от этого на самом деле будет только легче. И вам морально станет свободнее. У вас энергия появится на какие-то ранее недоступные для вас действия. Вы станете в большей степени хозяйкой самой себе. И безусловно, от привычки, от рефлекса нужно избавляться. Но это скорее механистическая терапия. То есть терапия, посвященная тому, чтобы внешне в своей деятельности вы заменили одни предметы на другие. И по сути, чтобы вы сделали свое существование более адаптированным к обществу. Но вашу личную проблему это, к сожалению, не решили. И если вам хочется перестать так реагировать, если вам хочется избавиться от самой проблемы, которая сидит внутри вас, в ваших сознания, может быть, подсознания, что и толкает вас на подобные поступки, то нужно выбросить специалиста на нашем ресурсе, эксперта, и проработать с ним следующий вариант, на следующий момент. Значит, с какого периода и когда началась такая реакция у вас? Каковы были первые эмоциональные всплески, породившие подобное поведение? Какие у вас отношения с родителями? И насколько успешно складывается сейчас ваше жизнь? Вопросы не такие сложные, как может показаться на первый взгляд, но в действительности ответ на них поможет понять, не только глубже вашу картину психологическую, и подобрать ключ к решению имеющихся проблемы. Именно с внутренней, субъективной стороны. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго.